Причиной 90% аварий на дорогах становятся ошибки людей. Может пора сдать вахту беспилотным робомобилям? Увы, пока что выкидывать водительское удостоверение рановато. Из компаний, которые всерьез работают над беспилотными технологиями, можно отметить Bosch, Continental и Google, а из автомобильных марок – Mercedes-Benz, Audi и Volvo. Система автомобильного вождения компания Audi предложит для нового Audi A8, который дебютирует в 2017 году. На скоростях до 65 км в час система способна при необходимости взять на себя управление разгоном, торможением, а также функцией рулевого управления. Когда дорожный затор рассасывается или дорога заканчивается, система предлагает водителю вновь взять управление на себя. Мозгом системы автономного вождения является центральный контроллер, который в режиме реального времени обрабатывает сигналы со всех датчиков и рассчитывает маневры автомобиля. При этом Audi заявляет, что система автономного вождения полностью готова к серийному производству, осталось только освободить багажник от шкафов с электроникой. Компания Volvo также не уступает конкурентам. По планам Volvo к 2020 году автомобили шведской марки не должны попадать в аварии, по крайней мере серьезные. А создание автономного автомобиля – один из шагов на пути к этой идиллии, ведь если машина может сама двигаться и без водителя, то риск ДТБ будет практически нулевым. Уже в 2017 году на улице Гетеборга выйдут 100 автономных автомобилей, которые опробуют простые водители. Автономный автомобиль получает гораздо больше информации, чем обычный водитель. Человек за рулем полагается лишь на свои органы чувств, в то время как, например, этот Volvo S60 черпает информацию сразу из нескольких источников. В ход идут не только всевозможные датчики и радары, но и система GPS, камера и, самое главное, различные облачные сервисы обмена информацией с окружающей инфраструктурой и другими участниками движения. Внешний автомобиль практически ничем не отличается от стандартного. Признаки автономности в этой машине выдают лишь антенны на крыше и дополнительное электрическое оборудование в салоне. Но, к сожалению, пока что автономные автомобили далеко не совершенны. Например, чтобы автомобиль сумел прочитать дорожные знаки, они должны строго соответствовать стандартам, иначе он не сможет их распознать. Также нужна четкая разметка на дорогах. В тоннелях, где сигнал GPS пропадает, машина попросту потеряется. Есть еще проблема с распознаванием пешеходов. Сейчас автоматика распознает лишь взрослых и детей с ростом выше метра, тогда как малыши и животные остаются для системы невидимыми. Так что специалисты Mercedes-Benz считают, что нынешний уровень развития подобного ассистента позволит предотвратить, мягко говоря, скромные 6% наездов. Кстати, с сентября 2014 года четыре автомобиля-робота из 48 уже успели побывать в авариях. Три автомобиля беспилотника принадлежали компании Google, а четвертой фирме Delphi. При этом компании поспешили сообщить, что роботы невиновны в данных инцидентах. Все столкновения произошли на скоростях менее 16 км в час. Всего же с 2009 года автономные машины Google, а их по дорогам штаты Калифорния колесит 48 штук, преодолели более 2,5 миллионов тестовых километров и поучаствовали в 11 авариях, в которых ни один человек не пострадал, а техника получила минимальные повреждения. Стоит отметить, что все достижения техники не позволяют полностью избежать аварий. Пока большей частью автомобилей управляют люди, ошибки и невнимательность будут приводить к ДТП. Но не будем пессимистами. Будущее, где все автомобили будут беспилотными, урбанисты видят так. Первыми исчезнут знаки, светофоры и лежачие полицейские. Их функции примут на себя интеллектуальные системы управления движением. Затем города избавятся от парковок, машины будут стоять на больших площадках за городом, к своему владельцу подъезжая по системе точно вовремя. А какими дивидендами грозит всеобщая роботизация? Езда паровозиком должна снизить расход топлива на 20%. На дорогах сможет помещаться больше машин, так как дистанции и боковые интервалы будут на уровне считанных сантиметров, а также иссякнут пробки. Работа общественного транспорта и доставка грузов перестанут зависеть от человеческого фактора, и, конечно, исчезнут аварии. А управление автомобилем превратится в хобби, каким сегодня стала верховая езда. Это пока электронные помощники не слишком совершенны, чтобы заменить человека, но умнеют автомобили очень и очень быстро. Еврокомиссия и автопроизводители считают, что именно 2030 год станет годом массового появления робомобилей. В общем, ждать осталось не так уж долго, если вы, конечно, будете готовы попрощаться со своими правами. Спасибо, что поставили палец вверх и подписались на мой канал.